Добрый день, пробачьте, пожалуйста, можно вам задать питание? Я ненавижу эту страну до такой степени, что у меня сил нету. Те есть у Беларуси особо, какой же хоры нашей краины не пошкодовали миллион доляров у якости премии. Сегодня мы пытаемся у обитальников беростя. Миллион доляров я, ну не знаю, в сегодняшних реалиях Сергея Михалкова, например. За что? Ну, за вклад в развитие культуры. Я бы сам себе не против, а чем мы хуже других? Все люди, которые на слуху, они там в России или где-нибудь за границей постоянно об них говорят, но у нас таких нет особо, наверное. А может у нас просто про них не говорится? Да навряд ли, уже бы, если бы что-то было, уже бы говорили. Не ведаю таких. А у меня? Нема таких. Не могу припомнить, чтобы такой был человек. Ну, чтобы можно было за какие-то там заслуги, что-то. Да никому. Ну, за си. За си, за си. Учитывая, что население Белоруссии малочисленное, я бы этот миллион разделил на тех людей, которые терпимы. Весь этот порядок, вся эта красота, это благодаря народу. Ты терпимаешься на кожного по одному доляру. Ну и что? Ну, это совместно. Не тот богат, у кого много денег, а кто богат духовно. Вот это поддержать, да, это действительно. Деньги для нас, а не мы для них. Нас не купишь, мы не продаем. Я бы дала не одному человеку, а всем учителям, которые хорошо занимаются с детьми. Все раздала бы. А как выбрать? Дети должны выбрать. Ну да, есть такой человек, ну, как по мне, это мой педагог по методологии педагогического исследования, мой декан. Безумно, безумно хороший человек, безумно умный и очень интересно с ним заниматься. Нет слов. То есть, прям вот миллион. Прямо миллион. Можно было бы, дало бы два. Наш директор совхоза комбината Беловежский. Он столько много сделал для людей. Он столько до сих пор поддерживает свое производство на плаву. Столько присоединено к нему земель и деревень, и все это идет на подъеме. Вот приедьте, посмотрите, можно ли дать такому человеку миллион долларов? Можно, спокойно. Я дал бы Лукашенко, но в последнее время он, ребята, чуть-чуть испортился. По-моему, нет еще пока у нас в культуре и в науке, а уж в экономике, чем более. Про мальчику. За что? Хороший позиционер. Мне очень понравилась его политика, его экономическая теория, и его вклад в развитие экономики сделает нашу страну богаче и выше. За какие-то дела такие вот в сфере того, чтобы помощи, допустим, людям, народу, что-то сделало такое хорошее, приятное, вот этим людям я бы дал премию. Без вопросов. Которые имеют свою точку зрения и отставят ее, пусть не важно где, в тюрьме, не в тюрьме, но отставят свою точку зрения любую. Этих людей я уважаю. Таким людям, если бы я конкретнее знал, допустим, Беляцкого, там, я читал про него, то это поверхностно только знаю о нем. Но если бы я конкретно знал, может, я бы и согласился. Я думаю, что такие люди есть. И обязательно не один человек такой есть. Так что... Просто, вот, вы видите, кто бы сделал что-то, вот что, а, вот такие классные, но треба бы с кого-то дать его. Давайте без личностей. Треба долго думать, что вы можете придумать на этой комнате. Не так много все-таки у нас рассказывается о людях, которые, на самом деле, очень много сделали. И я бы пожелала, чтобы о тех людях, которые, на самом деле, много делают, много и писали. Потому что нам этого не хватает. Мы должны гордиться и страной, и людьми, своими согражданами. Обязательно. И тогда уровень и самосознания, и патриотизма возрастет. Вы согласны со мной? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!